всем привет мы продолжаем серию видео на тему микросервисной архитектуры в этом видео мы поговорим про другой шаблон которая подготовил в частности для себя я хочу с вами им поделиться спасибо всем кто написал комментарии к видео ну не только к этому вообще ко всем спасибо всем кто пишет говорит рекомендует советует спрашивает всем спасибо и пожалуйста в следующий раз пишите прямо к комментарии видео потому что бывает так что я получаю комментарий в блоге видео не указано какому просто пишите конкретному видео будет очень на самом деле мне кажется удобно вот собственно говоря в очередной раз хочу заметить что это не руководство к разработке как было не явно подмечено в одном из комментариев это всего лишь знакомство с архитектурой почему это не не знакомство ой почему это не не руководство я собственно говоря думаю что вы поймете дальше по теме но и собственно говорить приступим как вы уже наверно знаете наверняка читали википедии существует на самом деле очень много статей в интернете понятие микросервисной архитектуры или вообще такое понять как микросервисы не имеет четкого определения не имеет конкретных правил существуют некоторые такие так называемые свойства характерные для микросервисной архитектуры надо сказать что микросервисный как и предыдущем видео говорил появились уже достаточно давно просто их с недавнего времени ну как с недавнего порядка там 5-6 лет назад только начали называть как микросервисы до этого это были просто просто способ разработки который был не централизованы не монолита состоялась кучи из кучи всяких разных маленьких микросервисов которые собственно говоря объединялись в одну систему так если говорить про свойства которые характерны для микросервисной архитектуры но собственно говоря вы наверное читали давайте повторю модули можно легко заменить в любое время я думаю что это понятно тут акцент на простоту чем проще модуль тем ну даже вот если говорить про опять же упоминание про конкретику да чем проще модуль чем он эффективнее качественнее работать потому что он должен выполнять собственно говоря что-то одно и не больше не меньше далее следующий параметр следующая характеристика микросервисной архитектуры служит что микросервис в смысле говорит о том что микросервис выполняет одну достаточно элементарную функцию но в общем-то это подчеркнет предыдущий принцип который говорит о простоте но во всяком случае если у вас какая-то функция не очень простая думаю что чем проще она реализована или чем проще ей пользоваться даже скажем так тем она больше подходит под это определение следующим вариантом следующее что можно заметить из характеристика вот смотрите к все модули ну допустим у вас есть какая-то микросервисная архитектура много модулей они все диплоятся или как-то по-русски то будут развертываются в этом в системе непоследовательно не централизованно а сама как это сказать по-русски самостоятельно то есть без использования каких-то дополнительных там связи с другими сервисами в общем то нужно учесть что каждый этот микросервис так называемый или там сервис он может быть реализован при помощи вообще разных этажей языков программирования помощи разных фреймворков он может лежать допустим на разных платформах там на винуксе на на дотнете я не знаю на windows да то есть может работать в контейнере может работать там я не знаю один на же другое может там на амазоне то есть реализация вообще на самом деле может быть абсолютно разное ну конечно абсурдно до раскидывать сервисы между амазоном и и же потому что это два между собой соперничьих вся услуг в интернете клаудин смысле облачных вычислений но тем не менее такая возможность как раскидать их по разным даже провайдером собственно существует при этом также нужно учитывать что все сервисы могут выполняться в разных средах могут использовать разные способы контейнеризации виртуализации управления может ну в общем то я думаю что мне поняли более четкие очистки не помню более четкие определения написано в википедии собственно говоря самое главное что нужно понимать что все микросервисы они симметричны они то есть они не имеют какие-то зависимости то есть один сервис не может быть и и не должен быть зависим 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 от другого сервиса в общем ключевый момент что между сервисами зависимости существует но они одноранговые то есть все от всех а никакой последовательности в общем то давайте посмотрим с чего можно верни нужно или не знаю давайте с чего начать да из чего можно строить чем что бывает сервисах смотрите ну любая система которая построена по микросервисной архитектуре имеет какой-то признак авторизации аутентификации то есть все это должно так или иначе в системе управляться какими-то там админами или какими-то пользоваться система должна знать в моей практике не было таких систем которые вы строились на анонимном способе посещения в общем так или иначе даже если вы строить какой-то сервис который имеет анонимный доступ в некоторых местах то все равно существует администраторы которые так или иначе должны управлять этими анонимными в общем я думаю что понятно то есть ключевым моментом я считаю является сервер авторизации вот если говорить про сервер авторизации то есть первый кубик надо сказать следующее что сам сервер авторизации может быть реализован вообще несколькими способами ну например как раньше было в mvc 5 встроена поддержка identity сервер авторизации сервер то есть microsoft сделал кастомную реализацию для в ппи дальнейшем при переходе на dotnet core это кастомная реализация как бы исчезла ее просто не было в комплекте причем разработчики microsoft они пояснили что ну собственно говоря уже существуют достаточно мощные сильные средства разработанные в интернете причем они даже open source некоторые вот поэтому тянуть не совсем хорошую реализацию которая единственное что могла делать как это выдавать токены в новую среду то есть новую платформу dotnet core ну не имело смысла поэтому они настоятельно рекомендовали использовать сторонние разработчики в том числе разработки извиняюсь в том числе вот identity сервер вот если вы посмотрите на кубик авторизации то я могу на самом деле вот сейчас открыт да вот есть identity сервер указан когда-то некоторое время количество назад некоторое количество времени назад извиняюсь заговариваясь я начал делать среду на dotnet core и выяснилось что там нет встроенного на dotnet core сервера авторизации поэтому пришлось вот как-то вот из изгаляться и делать собственную систему авторизации я выбрал identity сервер версия 4 в частности вот ну был ряд причин собственно говоря то что он open source то что он имеет реализацию всех возможных типов баррер авторизации в том числе и windows аутентификации то есть через доме active directory и кастомные как-то по-русски то будет реализации возможно в общем я выбрал его и потом дальнейшем выяснилось на одном из разработческих форумов microsoft а было указано что в дальнейших регион реализациях identity сервер станет частью системы dotnet core не знаю станет или нет но тем не менее где-то встречал сейчас уж не помню на то что поэтому собственно говоря это выбор мой был на него так ну собственно игроки в директоре на и же мы все знаем что такое же что существует такой cloud-сервис у microsoft а и собственно грел поддерживает актив директор регистрации можно использовать авторизацию на нем то есть вы можете сделать развернуть актив директоре веже и собственно оттуда выбрать данные о пользователях обращаться к нему авторизовать через актив директоре ну вон в собственно никто не запретит это же аус сервис который идет третьим пунктом вот в этом месте а вот ну это собственно то вот о чем я изначально сказал то есть это какая-то кастомная реализация там просто сервис аутентификации не больше не меньше такой простой ну тоже можно пользоваться в общем-то в концепции создания микросервиса вы можете создать свою собственную реализацию например поставив галочку при создании шаблона dotnet core приложения использовать индивидуал юзер аккаунтом есть такая реализация когда можно создать когда можно создать базу пользователей используя при этом microsoft identity которая будет вот выдавать авторизационные данные то есть аутентифицировать и авторизовать пользователей в общем то это такой большой слой до который на самом деле ну очень важен я считаю что это один из важных или если не не самых важных частей в системе ну чтобы правильно построить архитектуру нужно иметь доступ к разграничении ролей role based так называемая архитектура но для того чтобы эти роли были их нужно где-то держать а в зависимости от того как у вас будет реализован сервер авторизации какие к доступу и через какие возможные пути вы к ним настроить и будет зависеть то как это все будет реализовано и от этого может зависеть даже какая-то там часть архитектуры если не вся архитектура в общем дальше давайте будем говорить про так называемый дашборд и в концепции того ну дашборд это композит лэйр так называемый который как бы может объединять работу со всеми микросервисами но если приложить предположить что у вас есть какой-то как в прошлом видео говорил сервис там обработки допустим фотографии то в данной концепции вот этот вот композит лэйр или дашборд я очень называю это как раз вот тот главный портал приложения главный сайт ну куда вы заходите вводите логин который вас авторизует сервер авторизации и вы попадаете допустим свою там какую-то там личный кабинет в котором ваши фотографии которые вы обрабатывали ваши фотографии вы загрузили ваше общение со службы поддержки ваши ну в общем то понятно зачем я говорю то есть система управлениями сервисами она и как бы ну имеет такое двоя когда во первых это польза для пользователя о каламбур получился польза для пользователя в том смысле что он централизованно заходит в одно место и с одного места может там делать какие-то манипуляции со своим фотографиями используя при этом даже может быть не подозревать что он использует при этом разные микросервисы в общем то вот этот вот дашборд также может иметь свойства или так сказать в как она возможности по администрированию то есть если вы администратор этой системы можете также зайти в дашборд виде пароль вот ваш пароль разрешит управлять микросервисами то есть какие-то настройки в них менять что собственно говоря будет достаточно просто сделать но есть некоторые нюансы ну и собственно говоря централизованные сервисы и речь идет о том что есть такие понятия которые используются ну то есть то что может быть использована в разных сервис например сервис логирования да вы же не будете писать сервис логирования который будет просматриваться в каждом микросервисе я имею ввиду смотреть его состояние можете зайти в один сервис который у вас будет и отсюда шарить его состояние или там инстансы опять же повторюсь это конкретная реализация требования бизнеса бывает что и несколько даже сервисов логирования приходится делать и в том числе и для разных уровней логирования но суть не в этом суть в том что какой-то у дашборд какой-то общая точка входа она собственно говоря должна быть потому что если у вас будут разные точки входа то это не будет считаться одним микросервисом это будет считаться разными сервисами с разными точками входа но собственно говоря что еще важно для микросервисов есть такое понятие как очередь сообщений есть самые разные реализации ну например на примере например на примере и же сервис баз до который обмен сообщений делает что только обмен сообщений это все написано в интернете не буду забивать вам голову потому что вы и так то все знаете а есть рыбит м киу м киу это сокращение от месочки то есть очередь сообщений есть microsoft м киу есть кавка на базе там по моему патч в общем то на чем вы строите свою архитектуру какие платформы используйте это ставит свою очередь какие-то ну и направляющий да поиспользуюсь дает вам вектор развития вашей системы какие еще компоненты бывают но опять же смотрите другие компоненты всегда могут включать и кэширование да там кэширование может быть тоже разных способов и редис и манго дэп ну то есть сам понятие кэширования может быть тоже реализован может быть вы будете кэшировать там я не знаю файлы до файловой системе или там архитектуры или структуры этих файлов я не знаю все опять же зависит от архитектуры load balancer ну что это такое это распределитель нагрузки нельзя сказать что он конкретно относится к микросервисом потому что нужно четко понимать что есть понятие микросервисная архитектура и инфраструктура которая ей управляет вот это вот микросервисной архитектурой на мой взгляд так проще понимать и раздавать зависимости модулям смотрите вместе у вас допустим есть композитный какой-то вот лэйр дали там дашборд где-то внутри вашей сети существует сервер авторизации у вас есть куча дополнительных микросервисов которые могут общаться через очередь сообщений это я сейчас говорю вот такой вот архитектурный уровень на микросервисов так вот чтобы вот это вот все так сказать хрень заработала нужно ее где-то разместить как-то бубликовать есть такое понятие как оркестрат предыдущем видео об этом говорил если интересно посмотрите так вот этот оркестратор он должен иметь управлять вот этими сервисами в том числе и распределять нагрузку допустим у вас есть сервис который делает микросервис да опять же микросервис который делает ну допустим там обработку фотографии да и у вас какой-то там праздник включается в частности 8 марта и вот этот вот балансер должен в смысле вот этот вот оркестрант так называемый который должен по требованию или там в зависимости от большой нагрузки поднять второй инстанс ну то есть так сказать второй сервис который бы работал с пользовательскими обработками да вот так если вот эта вот нагрузка будет расти вот этот вот оркестрант должен уметь поймать этот сервис если нагрузка упала он должен его опускать ну то есть закрывать сервис так вот вот эта вот архитектура вернее вот эта инфраструктура таким который вот этими сервисами управляет и в частности подъемом и опусканием если так можно выразиться дополнительных инстансов наверное не только этим занимается, еще много чем другим, да, там и метриками, и health monitoring и другой финил вот load balancer, например, в частности распределяет нагрузку между сервисами между микросервисами, допустим, если у вас какая-нибудь ферма есть из веб-сайтов, то вот этот load balancer может перенаправлять пользователей в зависимости от региона ну, то есть это тоже все настраиваемая такая штука, которая может управляться очень сильно и мощно ну, в общем-то, пришло время продолжить, да, то есть я думаю, что понятно да, что есть, существуют какие-то предопределенные, то есть, ну, то есть не то, что вы обязательные, да, вы можете построить всю структуру без сервиса авторизации, ну, тогда вам придется туго и, может быть, даже как-то ну, сделать-то, конечно, можно, но смысла особого нету, да то есть можно сделать и дашборд какой-нибудь, а можно его не делать ну, в любом случае ну, я не могу себе представить, чтобы для примера провести этот случай, но бог с ним, я думаю, что вы поняли, о чем я говорю и так, давайте двинемся дальше и так, в предыдущем видео я говорил о том, что существует шаблон, который я с вами поделился внутри которого существует сервис авторизации, так называемый identity server в нем существует swagger ну, в частности, это вот UI авторизация, если смотреть на картинку все это называется одним словом микросервис 0 ну, все же программисты я считаю, правильно, да вот, и, собственно говоря у меня система авторизации у меня система аутентификации мне вот пользователи по этому поводу друзья сказали то есть, если использовать шаблон можно сделать только один сервер авторизации, то есть, один микросервис который будет авторизован потому что второй сервер авторизации в концепции построения системы как бы немножко глупо, да, звучит я, на что я ответил, что я предполагал что-либо знающие люди удалят остальное, то есть, сервер авторизации ну, и мне сказали, что тогда проще новый написать в общем-то, именно поэтому я представляю хочу в этом видео представить второй шаблон который будет который не будет содержать сервер авторизации ну, таким образом можно построить один сервер авторизации хотя на базе сервера авторизации можно построить любое приложение даже без концепции, допустим, там микросервисов просто блок себе можете сделать а UI потом построить на любом другом удобном для вас фреймворке ну, и, собственно говоря что тут самое главное я сделал второй шаблон ну, а теперь от простого к сложному допустим, у нас есть какой-то микросервис который умеет авторизовывать пользователя допустим, у него есть UI типа слагера ну, и дальше мы будем добавлять микросервисы в этих уже новых микросервисах они будут обращаться за авторизацию к существующему в системе сервера авторизации они будут с ним говорить общаться задавать вопросы то есть получать разрешение ну, и, собственно говоря, ключевый момент что все они будут общаться через очередь сообщений таким образом получив разрешение сервис может передавать через очередь сообщений уже свои данные для связи с другими так сказать, сервисами собственно говоря четких правил для построения микросервисных их как бы не существует есть просто какие-то характеристики которые подпадают там разные даже уже существующие системы ну, там, я не знаю Amazon, да или там Azure никто не знал, что это микросервис просто когда они начали строить очень давно ну, в общем ладно, бог с ним не будем мы про лирику давайте дальше так смотрите допустим вот допустим вот это вот все UI отмеченные элементы да они моей реализации в шаблоне это Swagger я считаю ее частью сервиса потому что это, ну, можно сказать документация для пользования сервисом она хоть и имеет я представление через веб можно прочитать какой модуль какие сервисы какое еще там что, какой методы какие модули какие модулы какие реквесты респондов существуют в системе вот этого микросервиса она еще на самом деле ну, в общем-то что говорить то давайте по-другому да то есть у нас микросервис мой микросервис в системе вот этого шаблона он самодостаточен то есть он работает без привязки к фронт-энд то есть фронт-энд как бы говорил вот этот дашборд он как бы в этой системе должен быть но существует вероятность того, что вы это сделаете на базе сервиса авторизации который привязан к UI можно в нем сделать систему управления пользователями то есть вы как администратор зайдете в систему у вас будут доступ к пользователям вы можете добавить или удалить там роли что там еще можно с ними сделать удалить пользователей пермишины назначить вот ну таким образом получается что вот этот UI авторизации все равно требует какой-то дополнительный фронт-энд я считаю что это дашборд более того я бы сделал отдельно от вообще всех вот этих микросервисов это был бы отдельный проект и вот я с некоторого момента считаю что UI вот этот вот фронт-энд это в свою очередь некого рода свой своеобразный тоже микросервис который умеет читать данные с других микросервисов если подходить к такой концепции то вот эта микросервисная архитектура начинает работать по правильному принципу что нету иерархии каких-то все одиноранговые очень удобно очень понятно в этом концепции понимать что это такое и с чем его едят ну и собственно говоря давайте посмотрим примеры которые можно найти в интернете ну в общем-то я походил по интернету смотрел примеры посмотрел картинки ну и давайте ваше внимание вот например вот так поставлю то есть как же сказать не повторяясь все настолько индивидуально все настолько вот нет общего шаблона что от примера к примеру пляски вот эти с бубном по поводу того как это все по-русски соединить в кучу совместно начать заставить работать ну они как бы вот все все и все это в интернете очень много и поэтому сколько людей столько и мнений но я бы хотел остановиться на следующем то есть есть какие-то характеристики они так или иначе должны у микросервисов соблюдаться в общем смотрите есть на данном примере в данном примере есть аккаунт сервиса у которого наружу смотрит REST так называемый API у него сзади где-то лежит база данных пользователей да второй сервис который inventory сервис у него такой же принцип имеется как эта база есть опять же API ну и третий shipping сервис такое же представление имеет есть shipping DB и какой-то API смотришь наружу вот в концепции этих вот трех сервисов ну для меня тут уже есть некоторые непонятки по части того ну даже не столько непонятки возможно просто на схеме не показано но как-то же между собой вот эти вот сервисы аккаунты там shipping должны общаться микросервисы но в данном случае общение происходит через непонятно что да есть такое понятие как storefront то есть это веб приложение так сказать в описанной мною ранее концепции это какой-то дашборд или композит layer который имеет работать со всеми тремя сервисами ну вот здесь например не показано сервиса авторизации наверное где-то еще есть в общем есть еще такое понятие как вот gateway да то есть шлюз или прокси прослойка но в данной концепции я не понимаю почему это мобильное приложение не может работать напрямую вот со всеми тремя сервисами ну вот я не знаю если вот если вы мне расскажете покажете тыкните пальцем куда смотреть ну возможно это будет прозрением для меня потому что вот просто шлюз дополнительный то о чем я говорил ранее ну он получается зависит от трех то есть вот этот res зависит от трех ну не знаю в общем может быть даже не очень удачный пример ну бог с ним поехали поехали дальше у нас есть вот такой пример вот что в предыдущем примере говорилось про gateway то есть называем шлюз есть опять же какое-то количество сервисов наружу которые смотрят rest rest если мы помним это в протокол который стоит без без состояния клиента без состояния сеанса который входит и общается по протоколу http в общем тут смотрите в данном варианте и доступное приложение и мобильное приложение они коннектятся к одному шлюзу почему они не могут напрямую выходить я не понимаю если говорить про характеристики опять что одноранговость тут я смотрю она как бы нарушена ну с другой стороны это микросервис а что такое API gateway в данном случае какая-то объединяющая оболочка может быть может быть это и есть дашборд ну во всяком случае непонятно да вот из этой картинки существуют другие варианты реализации ну и на самом деле вот повторюсь опять же очень много все зависит конкретно от требований бизнеса от требований заказчика в данном варианте есть пассенджер web UI есть драйвер web UI пассенджер работает с двумя микросервисами вот с этим вот и вот с этим вот опять же есть драйвер web UI который работает с менеджмент драйвером но не работает допустим с пассенджером есть короче так называемый опять же gateway который обслуживает два сервиса даже три и вот непонятно что это человек то есть ну то есть вот смотрите тот кто наверное делал архитектуры наверняка у него есть пояснения какие-то там принципы и правила может быть даже если хотите на основании которых вот эти вот все было введено то есть вот есть есть биллинг да понятно ему UI не нужен у него вот есть специальный сервис который общается там с клиентом или через шлюз или еще другой клиент веб UI мобильное приложение или допустим это будем считать что это dpf приложение в общем сколько людей столько и мнения решений и вариантов просто вот куча крючок момент что все это так или иначе подпадает под похожие характеристики на микросервис ну в общем-то опять же надо заметить что мои шаблоны которые я хочу представить вам описать как ими пользоваться они очень маленькие кубики в этой системе первый вот как раз называется микросервис который содержит сервер авторизации то есть у него встроена еще куча всяких нужных и ненужных мелочей вот нужно как сказать по-русски там вот сервис который встроен сервер авторизации он должен быть один в сети поэтому он не очень похож на шаблон но зато можно использовать в других проектах которые не являются микросервисом а допустим единичные там какие-то сайты то есть на самом деле все очень просто это нужно будет использовать ну и собственно говоря второй шаблон который называется template микросервис модул для visual studio у него как вы видите у него авторизации нет на самом деле все тоже самореализовано я давал ссылку в прошлом видео на этом тоже в конце видимо там в описании дам на мой гитхаб гитхаб на репозиторию мой где в папке output можете эти шаблоны скачать поместить в папку visual studio projects template и у вас появятся вот такого рода шаблоны которым из описания вам должно быть понятно что есть шаблоны с identity сервер который позволяет весь функционал микросервис запасным построить ну и не только микросервис теперь как выяснилось и есть просто модуль которым нет сервера авторизации опять же вы можете свою написать авторизацию использовать старую подключить еще какие-нибудь варианты ну или использовать этот шаблон как базовый кирпичик для микросервисов вашей инфраструктуры ну и еще хочется сказать что если вы уже скачивали ранее шаблон то пожалуйста скачайте обновленный и замените его в папке project templates visual studio вот вот и еще что хотелось бы показать наверное нужно будет показать как это работает в visual studio сейчас переключусь visual studio но в общем то чё с чего обычно начинаю обычно я создаю у меня кстати visual studio 2019 там какой-то предрелизный вариант все в принципе работы шаблоном одинаковые в общем то вот вы видите микросервисов темплейт я сейчас создам пусть он называется какой-нибудь там майк какой-то какой-нибудь я даже не знаю сервис точка демо в папку темп идет вот его создаю создаю до создаю так дальше что мне требуется первым делом это первым делом не нужно создать базу данных на перед тем какое создать мне нужно настроить коннекшен к ней вот я заменяю sql на название моего ноутбука это инстанс моего мискл сервера здесь мне нужно настроить обязательно поставить галочку чтобы спать для слагера генерировать документация дальше мне нужно поставить мне нужно создать базу данных для этого я напишу миграцию миграция 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 я обычно называю ее таким вот образом нажимаем что включение получится я забыл переключить на проект которым находится моя дабы из контекст моя да вот создается миграция отлично теперь не значит мне осталось написать апдейт датабейс я выпускаю сейчас создается база ну база создается брюки превращаются превращаются брюки то действительно превращается все создалось ну а теперь по идее запустив проект у меня есть база вот у меня а вот все получилось ну собственно говоря здесь ничего не это это голая реализация здесь вы можете удалить этот вылю контроллеру поставить свой собственный ну я думаю что понятно как это все работает слайдом вот ну и что в шаблонах шаблонах как им же говорил микросервис 0 это который с сервером авторизации микро в шаблонах есть этот самый микросервис без сервера авторизации настроить между ними связи я думаю что его в составе труда или дублировать их куда-то увеличив количество микросервисов которые несут свои обязанности ну я думаю что как бы основополагающая то есть стартовая . опять же как как что-то начальное вот можно на этом принципе это но в крайнем случае конечно можно просто посмотреть как как настроить юниту ворк как работает свагер как подсвечить корт то есть как минимум шаблон мне кажется удобно чтобы использовать для каких-то там исследовательских целей ну и собственно говоря я хочу опять же повториться что вашему вниманию представлен лишь принципы построения микросервисной архитектуры это никоим образом не туториал и не что-то там подобное что чему нужно прямо я последствий следовать все зависит от бизнес правил все зависит от заказчика который ставит условия на разработку того или иного функционала количество модулей которые вы будете использовать своих микросервисов она может расти очень быстро или очень медленно опять же все зависит от того что вы реализуете по каким принципам и правилам опять же хочу напомнить что я делю два понятия микросервисов и собственно архитекта как это инфраструктуры обслуживающие эти микросервисы то есть все это обычно называют одним словом микросервисы но вот я разделяю это мнение в смысле не разделяя этого мнения и поэтому выделяю в отдельный уровень есть система микросервисов которая как раз непосредственно работает системой и есть ее обслуживающая система микросервисов если хотите опять же которая управляет вашими микросервисами запуская-пуская распределяем нагрузку и в общем ну не знаю если они со мной не согласны пожалуйста отпишитесь вот на данном этапе хочу сказать вам спасибо что пишите в комментарии пожалуйста пишите комментарии к видео или в комментариях в блоге пожалуйста ставьте какому видео ваш комментарий а то иногда очень трудно понять может быть поэтому я иногда не отвечаю данная презентация доступна на гитхаб ну в общем-то чё подписывайтесь на канал если вам понравилось поставьте лайк пожалуйста вам не жалко а мне приятно вот ну и хорошего успешного вам дебага видео серия будет продолжена кстати будут еще пример работы например если вы напишите в комментариях допустим к этому видео какой бы пример использование там этого шаблона первого можно было бы показать не знаю например там блога я не знаю там система каталогов или что какие примеры будут приведите будем будем может быть даже видео описано это сделано ну а сейчас всего хорошего спасибо за внимание